Привет, пилоты! В этом выпуске мы расскажем о снаряжении и боеприпасах. Вы узнаете, чем отличаются ленты, а также как сбивать самолёты ракетами и бомбами. Чтобы укомплектовать свой самолёт боеприпасами и дополнительным снаряжением, необходимо зайти во вкладку «Обслуживание». Здесь можно открыть несколько дополнительных меню и ознакомиться с вариантами оснащения. Изучим подробнее то, без чего самолёт не сможет идти в бой. Ленты боеприпасов. У них два параметра. Урон. Записывается в виде интервала. Меньшая цифра — это урон в секунду на максимальной дистанции действия оружия. Большая — при стрельбе в упор. Шанс вызвать пожар. Важный момент. Это вероятность не для отдельной пули или снаряда, а базовый шанс секундного залпа. При условии, что вся очередь попала в бак полностью. Базовый он потому, что у бака, в зависимости от конструкции, есть большая или меньшая вероятность возгорания. И при повреждении модуля она увеличивается в полтора раза. В World of Warplanes семь видов лент. Стандартная, бронебойная, зажигательная, бронебойная с сердечником. Бронебойно-зажигательная, фугасная и осколочно-зажигательная. Ни одна нация не может использовать полный спектр. Но стандартная, бронебойная и зажигательная ленты доступны для всех пушек и пулемётов всех стран в игре. Стандартная лента выдаётся по умолчанию. Урон в характеристиках вооружения прописан именно для неё. Эти патроны и снаряды не имеют никаких дополнительных свойств. Основное достоинство — цена. Они дешевле всех. Зажигательная лента. У неё самый низкий урон. Но зато есть высокий шанс поджечь самолёт противника. Последний вид боеприпасов, доступный для всех, — бронебойные снаряды. Они не могут поджечь самолёт, но наносят повреждений больше, чем стандартные и зажигательные. Остальные ленты — это варианты на заданную тему. Различие идёт в соотношении наносимого урона и шанса вызвать пожар. Между этими параметрами существует обратная связь. Чем выше один, тем ниже другой. Например, бронебойная лента с сердечником наносит максимальный урон. Фугасная — чуть меньше. Но зато при её использовании появляется возможность поджечь противника. Из этого правила есть только одно исключение. Осколочно-зажигательная лента превосходит по урону чисто зажигательную и одновременно имеет самый высокий среди всех видов боеприпасов шанс вызвать пожар. Поэтому стоит так дорого. Следует отметить, что тип ленты влияет только на урон. Точность попадания и перегрев ствола от него не зависят. Следующий пункт — подвесное вооружение. Для бомб и ракет главные характеристики — урон и радиус взрыва. Благодаря второму параметру этими боеприпасами можно уничтожать не только наземные объекты, но и самолёты противника. Например, штурмовик идёт над землёй на бреющем полёте. У него на хвосте висит враг. Штурмовик сбрасывает бомбу. Все они срабатывают с некоторой задержкой. За эти несколько секунд штурмовик уходит вперёд, а истребитель, наоборот, попадает в зону поражения взрывной волны. Конечно, это в идеале. Чаще всего враг успевает уйти в сторону. Но это никак не отменяет факта, что такая ловля на удочку — не просто увлекательный спорт. А одна из немногих возможностей для штурмовика — избавиться от назойливого преследователя. В отличие от бомб, ракеты при касании с целью взрываются сразу. А если выстрелить в пространство — с задержкой в несколько секунд. Сбивать ими противников можно разными способами. Самолёт врага идёт низко над землёй — тогда стреляем перед ним. Если он окажется в радиусе взрыва, то будет уничтожен. Очень интересная возможность — использовать ракеты в бою на высоте. Здесь уже всё зависит от навыков игрока. А нарабатываются они только с опытом. Посоветовать можно лишь несколько принципиальных вещей. Чтобы сбить ракетой самолёт, идущий на перерез, надо хорошо чувствовать её скорость и правильно брать упреждения. Гораздо легче сделать это в лобовой атаке, либо сидя на хвосте. Выпускаете сразу несколько ракет. Это повысит шанс уничтожить врага. Точка упреждения рассчитывается для самого крупного пушечного или пулемётного вооружения, установленного на самолёт. Поэтому не подходит для ракет. Они летят гораздо медленнее пуль и снарядов. Расстояние, которое ракеты проходят до взрыва, отличается в зависимости от модели. Экспериментируйте или ищите точную информацию на форуме World of Warplanes. Теперь рассмотрим снаряжение. В принципе, самолёт может ходить в бой и без него. Хотя с ним гораздо удобнее и приятнее. Здесь всё очень просто и понятно. Описание снаряжения даёт полную характеристику его свойств. Бензин используется, как только вы зайдёте в бой. Автоматическое пожаротушение сработает, если возникнет пожар. Всё остальное снаряжение управляется вручную. Чтобы его использовать, нужно нажать клавишу. Какую — зависит от ячейки, в которой оно установлено. После чего снаряжение нужно приобретать заново. Если поставить галочку, это будет делаться автоматически. На этом всё. Удачи в бою! Субтитры подогнал «Симон»!